Президент США Джо Байден жестко отреагировал на смерть Алексея Навального и заявил, что его администрация объявит о новых крупных санкциях против Российской Федерации в ответ на смерть оппозиционного политика, российские репрессии, агрессию, а также жесткий незаконный конфликт в Украине. Об этом он заявил во время встречи в Сан-Франциско с Юлией и Дашей Навальными, где выразил им свои соболезнования в связи с тяжелой утратой, постигшей их после смерти Алексея Навального в российской тюрьме. Об этом заявили в Белом доме. Президент выразил свое восхищение необычайным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе против коррупции и за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем. Также Байден подчеркнул, что наследие Алексея будет продолжено людьми по всей России и во всем мире, которые оплакивают его потерю и борются за свободу, демократию и права человека. Еще до смерти политика у президента США журналисты спросили, что будет, если Алексей Навальный умрет в тюрьме. На что Байден ответил. Я верю в то, что последствия этого были бы катастрофическими для России. Я буду дальше придерживаться этой позиции. Напомним, 16 февраля стало известно, что в российской колонии умер Алексей Навальный. Тело покойного политика уже неделю не отдают родным. Как сообщила мать Алексея Навального, ее шантажируют. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал, время работает не на вас, труп разлагается. Людмила Навальная также отметила, что такие требования незаконны. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать, вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Тем временем множество российских знаменитостей записывают видеообращение с требованием к российским властям отдать тела Алексея Навального родным. Ранее вдова Алексея Навального Юлия опубликовала в его соцсетях видео «Я продолжу дело Алексея Навального», в котором пообещала заняться политикой, чтобы добиться смены власти в России.